Экономить или инвестировать. Саммит Евросоюза обещает стать кульминацией весьма бурной для европейской экономики недели. В центре внимания у участников проект бюджета ЕС до конца второго десятилетия. Баталии обещают быть непростыми и политики стараются заручиться поддержкой своих высоких коллег. Так премьер-министр Испании Мариану Рахой уже успел произвести приятное впечатление на канцлера Германии Ангелу Меркель. У меня сложилось впечатление, что все испанское правительство, включая премьер-министра, работает над тем, чтобы безработица снизилась. Структурные реформы заработали, а Испания вновь заняла подобающее место среди сильных государств. И Германия поддержит его в этом всеми силами. Подходы лидеров стран-членов ЕС во многом расходятся. Ведущие страны Союза, в частности Великобритании и Германии, взносы которых бюджет превышает получаемые ими европейские дотации, настаивают на его радикальном сокращении в духе политики и экономии. Франция и Италия, напротив, считают, что для экономического роста и увеличения числа рабочих мест необходимы инвестиции. «Нет никаких оправданий отказом принять более жесткий подход к административным расходам ЕС. В Великобритании мы уже проводим такую политику. Эти решения непросты, но мы сделали это, тогда как Брюссель продолжает существовать как будто в параллельной вселенной». «Я не согласен с такой постановкой вопроса. Считаю, что Франция должна в полной мере участвовать в европейском бюджете и получить то, на что мы можем надеяться. Но не должно быть никаких сокращений, потому что это будет означать, что теория госпожи Тэтчер в конечном счете восторжествует и с нас попросят возврата вкладов». Именно по вопросу «экономить или инвестировать» проходят сегодня главные споры в Евросоюзе. Сторонники продолжения курса на бюджетную экономию убеждены – возобновление денежных вливаний в проблемные страны лишь ухудшит ситуацию. Для того, чтобы этого избежать, необходимо заставить данные государства неукоснительно следовать требованиям Брюсселя. А премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и вовсе уверен – Евросоюзу надо как можно скорее разработать механизм выхода стран из еврозоны и других общеевропейских механизмов. На днях было обнародовано открытое письмо с его подписью. Но не менее интересна и вторая подпись, стоящая под письмом. Она принадлежит голландскому министру финансов и по совместительству новому главе Еврогруппы Ерону Дейсельблуму. Его предшественник на этом посту Жан-Клод Юнкер всячески подчеркивал необходимость сохранения еврозоны в ее нынешнем виде. А значит, сейчас может измениться расстановка сил в рамках всего ЕС в пользу сторонников жесткого курса во главе с Германией. Владимир Унанянц, RTVI